Познакомиться с местной культурой и стать ближе к дагестанскому народу теперь можно в этнической студии Каспийска. Ее открытие совпало с празднованием новейшего праздника России, Днем народных художественных промыслов, отмечаемого в нашей стране в последнее воскресенье июня. Инициатива выдвинута со стороны главы города Бориса Гонцова. Финансовую поддержку оказывал председатель собрания депутатов Абдул-Вахид Жаватов. Вообще все началось с того, что, скажем, такая одна мастерица наша, Каспийчанка, просто свое увлечение развивала и делала куклы. Эти куклы увидел один, второй, дошло это до главы города, ну как сказки, да. И очень понравилась эта идея, глава решила дать помещение, муниципальное помещение, под эти дела выделить Абдул-Вахид Жаватович, большую помощь оказал. Вот это все, ремонт здесь сделали, подготовили, и сегодня вот это открыли, студию здесь будут работать. И уже не она одна будет работать, будет у нее помощница, мастерица. Мастерица Назира Нурова представляет здесь свою коллекцию кукол, изготовленных собственноручно. Помимо этого она шьет народные костюмы и готова поделиться со всеми желающими основами этого вида рукоделия. А сегодня у нас открытие этноцентра, этностудии, где будут производиться куклы в национальных нарядах, где будут проводиться мастер-классы для детей и взрослых, для приезжих, гостей нашего города, для туристов. Изначально я очень мечтала, наверное, как бы возродить нашу культуру, наши традиции. Вот эти вот наряды, они все-таки необычные, они очень красивые. И как-то хотя бы через куклы хотела показать, насколько они невероятно красивые. Вместе с тем здесь будут проводиться мастер-классы по ковроткачеству и вязанию джуравов, красочных, теплых, восточных носков. Изготавливают их в разных странах, начиная от Дагестана и заканчивая горами Памира. Официальное открытие мероприятия началось с традиционных танцев от воспитанников Дома детского творчества. Кроме того, праздник посетили почетные гости. Глава Каспийска Борис Гонцов, генерал-майор Герман Кириленко, известных художник Павел Галанин, депутаты Народного собрания Рустам Хабилов, Елена Павлюченко и другие. Наша идея – это, во-первых, возродить или популяризировать в Каспийске производство декоративно-прикладного искусства, привитие любви к своей истории. Это и создание туристической такой сувенирной продукции. Борис Гонцов также отметил значимость этого места в том, что оно позволит привлекать к работе и творчеству людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь для этого созданы необходимые условия для их комфортного пребывания. Торжественно перерезав красную ленту, гости всецело ознакомились с возможностями этнической студии. Директором Центра традиционной культуры народов России Башикар Вагабовой для них была проведена подробная экскурсия. Помимо этого, здесь же можно было приобрести понравившиеся изделия или предмет декора. Депутаты Народного собрания уже сделали первые покупки. Уже с понедельника этническая студия готова принимать первых посетителей, а мастерицы делятся знаниями и передавать желающим приемы художественного мастерства и профессиональные навыки.